Всем привет! На связи снова Аркадий Панкратс и сегодня я проведу небольшой эксперимент. У меня есть уже один подобный эксперимент на канале, но в тот раз мы сравнивали русское пиво, привезенное из Германии, с русским пивом, купленным, соответственно, в России. Сегодня у меня будет немножко иная ситуация. Сегодня я буду сравнивать немецкое, как бы и бельгийское пиво, купленное в России, с немецким и бельгийским пивом, купленным в Германии. То есть в данном случае я буду сравнивать Лёфи Блонд. Его мы приобрели в магазине Дикси, кажется, за 169 или 170 рублей, ну или типа около того. И пиво Шпатен. Написано, что это мюнхенское пиво, все тут прекрасно. Есть надписи на русском языке, как в том, так и в другом случае. Это пиво в магазине пятерочка стоило по акции 99 рублей. И сравнивать мы его будем с пивом Шпатен оригинальное, которое я вчера приобрел в магазине Марун. И с пивом Лёфи Блонд, который я также вчера приобрел в магазине Марун. Погнали! Ну и давайте начнем мы с пива Шпатен. Давайте откроем немецкий вариант. Нальем в стаканчик. К сожалению, у ниндзи специализированных стаканов, как у меня, нет. Поэтому пользуемся такими вот. Наливается очень прям бодряково. И прекрасная, прекрасная пеночка у этого пива. Теперь откроем отечественный вариант. Ну как отечественный. Немецкий. Тут, конечно, написано, что все это изготовитель. Шпатен, Францисканер, Брауэрэй, Мюнхен. Но фиг оно знает как. Фиг оно знает как. Возможно, на заводах делают какие-то специализированные партии для России. Дабы, ну, с учетом всех вот этих пересылок и транспортировок, как-то сократить стоимость за одну единицу. Вы знаете, удивительно, но русское пиво имеет даже более интересную пену, нежели немецкое. Давайте я вам сейчас покажу и то, и другое. Вот так вот все это дело выглядит. Это вот русский Шпатен. Рядом с ним немецкий Шпатен. И немецкий Шпатен как-то быстренько-быстренько сошел на нет. И это удивительно, потому что все-таки русское пиво имеет более такую кремовую воздушную структуру, нежели вот эта вот пена. Не знаю даже, с чем это связано, но давайте просто попробуем теперь это пиво и вот это пиво на вкус. И сравним. Вот в этом бокале я чувствую свежий аромат хорошего немецкого лагера. Такой, который пощипывает прям за ноздри. Вот этот аромат, он практически идентичен этому, но в запахе чувствуется какая-то небольшая сладковатая нотка. А здесь о сладости вообще не идет никакой речи. Просто хорошая хмельная горечь чувствуется, и она очень такая свежая. Ну, те, кто любит лагер, я думаю, понимают, о чем я говорю. Но давайте попробуем на вкус. Сначала немецкий шпатен. Вот это вот пиво любит один мой хороший товарищ, но вот я сейчас пробую немецкий шпатен, и мне как-то не хочется прям заорать и забиться в конволюционной истерике, что это распрекрасный пивас, который прям можно порекомендовать каждому. Пить, 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 пить и наслаждаться. Чего-то нифига я здесь не чувствую никакой радости. Ну, да, вкус довольно-таки свежий. Почему-то карбонизация, я не чувствую практически ничего, не щиплет меня ничего за язычок. Ну, а вкус, вкус довольно-таки простой и унылый, как, в общем-то, большинство таких середнячковых, невыдающихся лагеров. Единственное, что на послевкусии чувствуется какая-то сладковатая нотка, и вот она на самом деле ставит меня немного в тупик. Я больше выхмели ждал от этого пива, нежели такого вот непонятного несуразного вкуса. Но теперь давайте обратимся к русскому варианту. Вы знаете, пиво практически один в один. Что здесь, что здесь. Если различия какие-то и есть, то они настолько ничтожно минимальны во вкусовых ощущениях, что ими можно совершенно спокойно пренебречь. И что мы имеем на выходе? Если вот это пиво практически никак не отличается от этого, а стоит в районе там 100 рублей, то, черт возьми, почему бы не покупать нормальные немецкие лагеры, и употреблять их холодненькими под шашлычок. В общем-то, круто. Я в данном случае никакого подвоха не нашел. И тот и другой напиток, ну, практически, практически идентичны. Может быть, есть какие-то минимальные расхождения во вкусовом ряду, но они такие ничтожно малюсенькие, что, повторюсь, обращать на них внимания не стоит совсем. Что у нас со светом? Цвет одинаковый и в том, и в другом случае. Одинаковый. Я особо не вижу, чем он различается. Пенка сошла и здесь, и здесь. Теперь они выглядят, ну, как собратья-побратимы, потому что одинаковые абсолютно напитки. И запиваем этим. И пазл складывается в общую картинку, и такое впечатление, что вы начинаете здесь, а продолжаете здесь, и пьете один и тот же напиток. Ну, по сути, он и есть один и тот же, просто мне реально было интересно, будут ли какие-то различия. Потому что вот этому пивному конгломерату Sun & Bef, который красуется почти на всем импортном пиве у нас, я, в принципе, не очень сильно доверяю. В том плане, что он вот подгребает под себя все эти пивоварни, и, возможно, у меня есть какие-то подозрения, что начинает как-то видоизменять немножко оригинальную рецептуру в угоду массовости продукта. Но в данном случае этого не произошло. Если вы хотите попробовать оригинальный мюнхенский хель, пусть и не очень уж шибко такой интересный и выдающийся, то вот можете смело покупать этот шпат. Он в пятерочке, там, в Дикси, где угодно он еще продается. Большими буквами русскими здесь написано, что чрезмерное употребление вредит пиву здоровью. Ну, я думаю, вы против мимо него не пройдете. Белая банка. А это вот оригинальная бутылка. На этом все. Приступаем к Лёфе. Многие с подозрением довольно-таки сильным относились к банкам по 0,5. Мол, это исключительно русское причудо, исключительно русский посыл бельгийского пива. Но нет, Ниндзя рассказал же мне, что Лёфе в банках также продается и в Бельгии. Возможно, какие-то изменения во вкусе все-таки есть. Может быть, и здесь. Но давайте не будем голословить. Давайте откроем и ту, и другую емкость. И нальем по бокалам. И посмотрим, как все это дело смотрится в свете софитов. Так, это оригинальная Лёфе. Ну как оригинальная, купленная в Германии. Это Лёфе, купленная в России. Россия, Германия. Практически одинаково разлил. Давайте покажу, что у нас творится сверху. Вот такое вот у нас пиво. Это привезённое из России. Вот такое вот у нас пиво, купленное в Германии. Ну, если честно, разница особая, прям уж кардинально, принципиально. Я опять-таки не вижу ни в том, ни в другом случае. Сейчас я поподробнее рассмотрю это дело на свет. Но, как вы видите, пена и там, и там довольно-таки пористая. Вот она спускается по стенкам и цепляется как бы за них. И на них же и оседает, застревает, да? Давайте пробовать. Ммм, хм, 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 хм. А вот здесь вот уже в запахе есть прям такие кардинальные различия. То есть, если в данном случае это всё тот же такой сладковатый бельгийский классический Лёфи вот с этим полным цветочным ароматом, то в данном случае я ничего такого не чувствую. В данном случае есть такой термин, что называется, воняет стеклом. И в данном случае, скорее, вот это вот оно всё и есть. То есть, в запахе вкус пива не раскрывается вообще по сравнению с блонд, купленным в Германии. Здесь прям, да, идёт такой полноценный бельгийский вот этот вот своеобразный, всем хорошо знакомый запашец. А тут какая-то такая нейтральная преграда и попахивает стёклышком, стёклышком попахивает. Ну и обратите внимание, да, как пенка здесь уже провалилась по сравнению вот с этим вариантом. Ну, давайте проверим, что у нас там будет во вкусе. Цвет? Цвет, в принципе, и в том и другом случае идентичен. Каких-либо различий в оттенках я не нахожу. А вот в запахе ещё будет здоров. То есть, вот если, например, начать нюхать здесь и переносим нос сюда, запах как будто прекращается, сходит на нет, к нулю стремится. Давайте попробуем, что же там во вкусе. Сначала идёт у нас бельгийский. Я не буду сейчас много говорить ртом и описывать вкусовые достоинства Лёфи. У меня на эту тему есть отдельный ролик, где я уже про всё про это поговорил. Сейчас меня больше всего интересует различия во вкусе именно здесь и здесь. Ещё раз попробую, и потом приступлю с разгрузковым вариантом. Чё-то не понял. Вы знаете, а вот здесь вот уже вкусовые различия реально ощущаются. Потому что вот это пиво гораздо более насыщено, что ли, вкусом. Гораздо более насыщено тем бельгийским пивным вкусом, который все хорошо знают в дюбелях, трипелях и в квадрюпелях, и который любит и ценит. А вот это вот пиво, я не скажу, что оно сильно проигрывает, но такое ощущение, что это как будто бы лайт-версия вот этого вот. Как будто из него чуть-чуть убрали флейвор, да, и вот создали такой вариант в жестяной банке. То есть вот это пиво, оно сильнее по ароматам, нежели вот это. И, видимо, из-за этого, когда я его нюхал, здесь как бы чувствовал и всё, а здесь попахивалось стёклышком. Однако при всём при этом различия вкусовые всё-таки есть, но они не очень так уж и сильно большие, чтобы каким-либо образом разочароваться в том пиве, который привозят в Москву, привозят в Россию. Очень близко к оригиналу, очень похоже, но всё-таки немножечко-немножечко не то. Странное ощущение. Вроде бы как и в том, и в другом бокале налито одно и то же пиво, но когда вы пробуете сначала вот это, а потом переходите к русскому варианту, начинают пропадать какие-то нотки, и, знаете, как бы обманка в голове работает. Ты понимаешь, что вроде же пьёшь тот же самый вкус, но чего-то в нём как будто бы не хватает. И вот это как будто бы, оно опять возникает, когда ты переходишь к этому бокалу. Короче, сложный такой смысловой и вкусовой процесс, но, резюмируя, мне хотелось бы сказать всё-таки о том, что различия между настоящим бельгийским пивом и бельгийским пивом, которое продаётся у нас вот в такой вот жестяной банке с русскими буквами, всё же имеются. И пусть они мимолётны, пусть они не такие уж хорошо заметны вкусу какого-нибудь обычного заурядного человека, который не шибко сильно знаком со всей линейкой Лёфи, с особенностями бельгийских дюбелей, трипелей и так далее и тому подобное. Но вот я всё-таки чувствую различия. Не знаю, как вы, попробуйте купить вот такую родную бутылку Лёфи и вот такую вот банку. Различия по цене между ними имеются. Родная бутылка стоит где-то 200 с чем-то рублей, эту, как я уже говорил, можно купить за 170 где-то вот так вот. Но при всём при этом, популяризируя вот данное пиво на российском рынке, мне кажется, сам Умбев делает довольно-таки хорошее и благое дело. И пусть вкусец немного, немножечко, самой малости упрощён, но это всё тот же Лёфи, это всё тот же оригинальный вкус, это всё та же оригинальная подача. Ну да, определённо это выигрывает по вкусу. А это зато выигрывает по объёму. Ну а с вами был Аркадий Панкрат. Спасибо всем тем, кто досмотрел данный видос до конца. Подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы в комментариях, если они, конечно, появятся. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, заходите в наш Инстаграм. В общем, всё как обычно. До новых встреч, всех рады видеть. Пока!